Уважаемые участники Конгресса, вам предлагается доклад категории теории познания, пространства и время в философиях. Я думаю, всем известно, что диалектический материализм дает описательное определение, то есть разговорным языком без системной логики связи понятий, как в теории познания, например, понятию, категории и так далее. В диалектическом материализме мышление – это продукт мозга, а теория сама разделена на материалистическую и идеалистическую. А сознание вообще не относится к философской категории. В диалектическом материализме основные категории – материя, движение, время, пространство – не были связаны с системой логики, не только между собой, но и с развитием противоречия. Ленин на это прямо указывал. Он говорил, что принцип развития надо соединить, связать, всеобщим принципом объединенства мира. Вопрос не о том, есть ли движение, а о том, как его выразить в логике понятий. Кстати, в древних философиях, в отличие от диалектического материализма и современных философий, в основании системой категорий заложена структурная логика связи понятий. В бедзине понятия ян – легкие положительные частицы. Уравновешиваются системой логических связей с инь – тяжелыми, отрицательными частицами. Древние китайцы рассматривали вселенную как динамическое единство в двух началах – инь и ян. Духовно-материального или подвижного и неизменного. Управляемый вечными переменами, вовлечённый в извечный круговорот от потенции, уцзи – ничто, к проявлению тайзы – одно единое и обратно. То есть, они видели в генезисе смене Ильян логику универсальных связей, развитие всех явлений от природы до общества, включая психику человека. То есть, можно сказать, что наиболее полные философские системы основаны на структурной логике древней диалектики, раздвоении единого, представляющей свою методологию познания, которая заключается в развертке единого через раздвоение единого от монограмм, диаграмм, тройгамм и так далее. То есть, следует считать этой философией китайский идзин. Я в методе Ген Андреева, в научной теории познания, значит, это единство рассматриваю в системе противоречий. Вот, значит, предлагается структура логики Ген Андреева. На Ген Андрееве, в математике, ух, не видно, в математике это симметричный граф, в бензине это система монограмм, диаграмм и так далее. Процесс раздвоения единого начинается с деления исходной точки, вершины графа, на противоположности тезиса дух сознания и антитезиса материя. По принципу дополнительности, в структуре целого духовное должно иметь материальное основание воплощения, а материальное, наоборот, духовное. Механизм развития Ген Андреева, это деление частей целого на новые пары логических противоречий, которые образуются структуру многоуровневой системы, 1, 2, 4, 8 и так далее. То есть, иначе это 2 в степени n, где n номер уровня системы. На нулевом уровне, в начале Ген Андреева, 2 в степени 0, это единица целая, а дальше число элементов, это цифры прогрессии. Генезис Ген Андреева, это логика движения системы противоречий. Первая вертикаль, тезис-антитезис, плюс и минус там нарисовано, если видите, это противоречие я-не-ян. Направляет развитие по горизонтали его оси, влево это синтез единства, а вправо анализ, раздвоение единого. В итоге образуется формула синтез, тезис-антитезис, анализ, которая отличается от Генедевской. Ген Андреева, система структурной логики, развитие противоречий. Первый уровень, это, я уже говорил, противоречий я-не-я. Второй уровень, значит, там помечены цифры, значит, 3, это... Вернее, я-я, логика дедукции, сверху идем, дедукция. Ниже, я-не-я, индукция, двоечка лежит там. А далее, не-я-я, аналогия, логика аналогии. И в итоге последний, тут первый уровень, значит, не-я, не-я, это логика опыта. Система познания, так сказать, кроме этой структуры, состоит из принципов идеалитического развития и завязанной системы категории философии. Мы позже на ней и становимся. Большинство систем... Остановимся на системах категории. У большинства философов система категории, лежащая в основе их философских воззрений, не отражает структуры и логики взаимосвязи понятий между собой. Система Аристотеля опиралась на 10 категорий, из них основными были 3. Субстанция, качество, количество. Связи не было между ними, логики. У Гегеля с тремя основными категориями были бытие, качество, количество. У Канта, значит, было 4. Количество, качество, отношение и модальность. У Федорова, известного питерского... Это фамилия издательская, по-моему, фамилия его другая. Федорова, он в Гачи не живет. Обязательная система 7 категорий исходит из единства духа и материи. На рисунке 65 предлагается система взаимосвязанных категорий философии треединого синтеза. Значит, в начале исходная точка, это единая субстанция, разделяется на плюсик сверху. Это тезис, это дух. И минус, это антитезис, материя. Аналогично, сознание, верхний плюсик, делится на понятие времени и пространства. То есть, время и пространство свойственны только сознанию. Понятие материи отражает его содержание, единство энергии и движения. Время, вернемся назад, отражает духовное начало сознания, а пространство материальное. С минуса ведет. Энергия отражает духовное начало материи, а движение материальное. Время, пространство, энергия и движение взаимосвязанное понятие формы существования единой собственности, материи и сознания. Можно сказать, что энергия – это меры движения материи. По Эйнштейну они взаимообратимы. Иначе энергия – это материя в тонком эфирном состоянии. А материя – это энергия в плотном, то есть сжатом состоянии. По козыреву время – это энергия в сверхтонком состоянии, проявляемая в сознании человека. Структура генодрева соответствует известным аксиомам физики, то есть единство времени – пространство, четвертое – из времени – время. И Вернадский говорил, что возможно подходить к исследованию пространства-времени как явлению, обладающему строением, то есть структурой. Генодрева, так сказать, добавляет еще в структуре логику. Кант в критике чистого разума сформировал четыре антиномии чистого разума. То есть первая антиномия – это мир бесконечен во времени и пространстве. Вторая – мир конечен во времени и пространстве. Следующее – развитие идет от простого к сложному, то есть открыто. И последнее – развитие только через сложение простых частей, то есть конечность развития. Мы рассматриваем пространство, обладающее двумя структурами. Значит, на рисунке 60, здесь, я не знаю, вам видно, нет, мне отсюда не видно. Значит, сверху тезис – это полевая, невидимая, так сказать, сторона пространства. Антитезис – это материально видимая сторона. Со стороны поля, внутреннее, обладающей свойствами бесконечности, обладающей свойствами бесконечности и конечности, а со стороны материи открыто все и замкнуто все. Но ранее уже мы считали, что пространство – это материальный носитель поля. Поэтому дается, я даю такую формировку пространства. Пространство – категория, обозначающая дуальную логику структуры, полевой, внутренней и материальной, внешней, обладающей волновыми и корпускулярными свойствами единой изменяющейся реальности, материи и сознания, в которой раскрывается противоположное качество развития внутреннего – бесконечности и конечность, а внешнего – открытость и замкнутость. Ну и можно уточнить, что бесконечность – это бесконечная скорость трассионного поля, если соотнести с рисунком 6, у меня даны виды полей. Конечность пространства – это конечная скорость волнового поля. Замкнутость пространства – движение энергии извне – внутрь, а открытость – наоборот, изнутри – наружу. Фёдоров тот же определял время как движение от прошлого через настоящее к будущему, как треединство категории времени распад созидания. В «Критике чистого разума» Кант также описывает, даёт понятие времени. Время есть нечто иное, как формула внутреннего чувства. Мы, развивая идеи Канта, его тезисы конечного и бесконечного, считаем, что время не только бесконечно-конечно, но открыто и замкнуто. Кстати, известно, что Козырев считал, что ход времени неразрывно связан с причинностью. Причина находится всегда в прошлом, а следствие – в будущем. Но Козырев не признаёт обратный ход времени от будущего к прошлому, хотя это признаёт и Левниц, и другие авторы. Тихоплав, известный питерский учёный, поясняет, так сказать, открытие Козырева так. То есть, между причинами и средствами всегда существует, сколько угодно, малое, но не равное нулю, пространственное различие, то есть, dx. А между ними всегда существует, сколько угодно, мало, но не равное нулю, внутреннее различие dt времени. Соотношение dx-dt – это c2, представляет собой выражение хода времени. Это скорость превращения причин и вследствие. Козырев, кстати, так сказать, считал, что время имеет направленность или ход от прошлого к будущему, вырабатывает энергию, проделивающую энтропию, оно имеет плотность. Опыты с различными гороскопами позволили определить ему c2. Оно равно 2200 км в секунду. Эта величина постоянная единая для всего мира. Выяснилось так, что отношение c1 к скорости света равно единице к 137. Так сказать, это постоянная тонкая структура Зоммерфельда. Понимание времени нами дано на рисунке 61. На рисунке 61. То есть, реальное время это начало, это настоящее, тезис это будущее, а антитезис прошлое. То есть, реальное время это настоящее, миг времени, единство будущего и прошлого. Кстати, Заикин, руководитель Академии развития сознания в теории мига, исследуя эволюцию сознания человека, пришел к выводу, что длительность восприятия человеком мига времени, то есть концентрации сознания, равна где-то от 3 до 11 секунд в этих пределах. Это среднее. На рисунке показано, что первый уровень генодрева это единство будущего, причины и прошлого следствия. Второй уровень дает 4 направления хода времени. Значит, нижний уровень это первый там вот, прошлое в прошлом, это замкнутость времени. Следующий, двоечка, вверх, плюс, это открытость времени, прошлое в настоящем. Конечность времени это будущее в настоящем, это тройка. И бесконечность времени, будущее в будущем, это наверху идет четверка. Я даю такое определение в философской категории время. Время философская категория, отражающая логику, структуры и дуальное настроение мира в сознании человека, воспринимающая окружающий мир двояко, как видимое движение сознания от прошлого к будущему, и как невидимое движение подсознания от будущего к прошлому. Но я забыл вам сказать, что теннис это левополушарное мышление, а антитеннис в меня принят правополушарное мышление. Кстати, в дополнение к козыре можно сказать, что время обладает общим и частным триединством. Время имеет дуальную структуру, отражающую дуальное настроение мира в сознании человека. Движение ход времени происходит по кругу против часовой стрелки. Но при равновесии полушарий и при их разности мы позже остановимся, если будет время. Триединство времени заключается, что миг времени это единство прошлого и будущего. А частное триединство времени заключается в том, что прошлое и будущее также обладают триединством. Прошлое – это синтез замкнутого прошлого и будущего в настоящем. А будущее – синтез прошлого и настоящего и вечного будущего. Наши идеи, функционированные полушария мозга в разных видах времени, подтверждает ученый-психолог-академик Кандиба. Он утверждает, что оба полушария функционируют в настоящее мнение, правое полушарие опирается на прошлое, левое – на будущее. Совпадает. Кандиба считает, что левое полушарие отвечает за стракто-логическое и духовно-интуитивное мышление, тоже совпадает, а правое – за приметно-образное инстинкта человека. Все совпадает. Также есть исследователь Бореев, который, исследуя 8 чакр человека, пришел таким выводом, что логический ум человека закольцовывает цепочку картин, то есть соединяет голову очереди архотипов, чакр, с его хвостом. Он пишет, что наше рассудочное мышление, находящееся в области живота, в йоге, называется манипура. Манипура перетаскивает всегда существующее, настоящее, несуществующее прошлое, а из прошлого эти неизменяемые картины, наш логический ум, перетаскивает несуществующее будущее. Кольцо картин вращается, и ум третьей чакры кружится в нем, как белка в колесе. То есть это, в принципе, соответствует рисунку 61. Если кто хочет подробнее, подойдете, я покажу. Ну, и выводы, которые мне... Если Геннадреев 61 рисунка совместить с Геннадреевом 47, сфер общества, то я сделал такие выводы, тоже, если кто хочет, потом я покажу. Вывод такой, что невозможно от достижения социальной справедливости и самоуправления в будущем, о необходимых достижении социальной справедливости и самоуправления в настоящем, через ограничение бюрократии. Приложение единственное полушарное мышление по кадыбе. Я уже говорил, правое полушарие отвечает за предмет образное, оно мыслит процессами, а левое за абстрактно-логическое и речь. Вот еще одна картина, которая на рисунке 16, показана мной закрытое дерево Пифагора. Это фактически тоже Геннадрево, только вы видите, что вот точка между единицей и двумя векторами двойка, это начало Геннадрево, и между ними положено 90 градусов. По идее, Геннадрево должно иметь такую форму, если две силы рассматривать, у нас в природе любые силы, между ними, значит, допустим, даже взять, если магнитное поле электрическое, между ними 90 градусов, и так далее. Поэтому здесь на рисунке 3, далее, вектора 3 слева и вектора 3 справа. Это те же второй уровень Геннадрево, четыре элемента Геннадрево. Выводы какие можно тут дать, такие, что структура Геннадрево, связывая пространство и время в четырехмерном многообразии, движущейся циклами в двух направлениях, время и движение перпендикулярно оси Геннадрево, а пространство и движение перпендикулярно оси. Пространство и энергия параллельно, то есть между временем и пространством 90 градусов. Направление настоящего, то есть и в будущем, и в прошлом, параллельно оси Геннадрево. То есть идет развитие по оси Геннадрево. А будущего и прошлого перпендикулярно развитию Геннадрево. Ну, в отношении физической сущности пространством Шнейдармана он исследовал, исходя из того, что универсами господствуют структуры вращающего, вращения, вихрей. То есть развитие вибраций делится на периоды. И эти периоды, он октавный ряд. И этот октавный ряд от 128-64 до единицы соответствует структуре Геннадрево. То есть та же двойка в степени Н. Ну и последнее, что хотелось раскрыть мне левополушарное и правополушарное мышление. хотелось бы уточнить там при равновесии полушария мозга и при так сказать неравновесии полушария мозга. Ну, я могу дать картинку на всю на всю на всю страницу. Но хотя бы ну, возьмем нижнее нижнее вариант кругового вращения времени при равновесии полушарии левое и правое. Тезис сверху плюс это левое полушарие минус это правое. Значит, как идет эволюция? Эволюция. Вот здесь нумерация она другая. Здесь тройка снизу начинается фактически первый, допустим, элемент. Значит, это опыт. Опыт. Прошлое в прошлом. От опыта мы идем сразу вверх налево и направо к четверке. То есть, это будущее в настоящем или предметно-образное мышление по первому рисунку, по 34-му. Далее от него идет вверх к будущему к будущему. Это означает идея, идея, духовная идея. И от него возвращается к логике двойки. прошлое в настоящем. То есть, эволюция природы это природные циклы. Эволюция природы идет от опыта к логике постепенно через предметно-образное мышление и идею. То есть, природа постепенно эволюционирует. Общество сверху рисунок 63, нижний рисунок, то есть, виноват. верхний рисунок круговое вращение при асимметрии левополушарного и правополушарного мышления. Это верхний рисунок. В обществе эволюция идет как? Нижняя четверка, это прошлое в прошлом, это опыт, сразу поднимается к будущему. Будущее к духовной идее. То есть, скачок идет от опыта к духовной идее. И оттуда уже от духовной идеи через логику, двойку логику прошлое в прошлом, и поднимается к будущему в будущем, то есть, к простым представлениям. То есть, начинается со сложного, а окончается простым. То есть, эволюция общества идет скачком от материального опыта к духовной идее, и от нее через логику обучения к простоте предметно-образного мышления. Ну, что хотелось мне сказать, что мой опыт Генадрева уже получил одобрение на конкурсах. Первое тут, второе место в международных конкурсах теория Генадрева. И это вот я даю адреса. Адрес автора, ну, статей на сайте Российского философского общества уже около сорока, на сайте виперсон сорок семь на сайте философского клуба более семь есть. Кроме это на ковчеге есть, и, так сказать, и еще, по-моему, я забыл указать здесь, академия тренинг-торизма, там несколько, четыре или пять статей у автора. Вот я уложился. Все, вопросы, пожалуйста. Аристотель получил десять категорий, и, как вы верно подметили, они не были связаны между собой. Почему? Потому что он обобщал смыслы, выражаемые частями речи. Но уже упоминаемый вами Ленин писал, что нужно обобщать смыслы, выражаемые членами предложения. И в простейшем предложении, как в клеточке, увидеть всю совокупность связей и отношений, фактически получить систему категорий. При этом он говорил, надо эти категории не навязывать, не уговаривать, не предлагать, не вбрасывать неизвестно откуда, а с аподектической достоверностью выводить. Скажите, пожалуйста, почему первый вопрос, почему этого до сих пор не сделано? Это первый вопрос. И второй, я так и не понял, у вас есть, у вас получена именно система категорий. Какие категории, помимо пространства и время, присутствуют в ней, и как они связаны между собой? Ну, я вопрос понял. Во-первых, что я могу сказать, что Ленин и как же Маркс и Энгельс, они исходили из того, что логика движения может быть разработана открыто только диалектической логикой, а не формальной, которой пользовался Аристотель. Ну, а если вернуться к рисунку 65, я, видимо, из-за времени не сказал, как, остальные категории. На первом уровне категории дух и материя связаны между собой единство, на втором уровне, я уже повторял, время, пространство, энергия и движение, а на третьем уровне мной даны еще ряд категорий, которые связаны между собой. Абсолютное и относительное, связанное через время, качество и количество, связанное с энергией, далее, бесконечное и конечное, связанное с пространством. Извините, отношения, отражения, которые связаны с движением. Непонятно, откуда вы их взяли? Дух, материя. Почему вы с этого начинаете? Я начинаю с духа и материи, потому что древние знания, древние философии исходили из единства духовного и материального начала, в том числе и все религии, в том числе, если вы знаете древние знания, то я вам повторяю, что все древние знания и в том числе единая сушность была, единство, значит, так сказать, духа и материи. Ну, понятно, да, но только можно было бы заметить, вспомнить Тугаринова, нашего ленинградского философа, который предмет свойства отношения, уемов, вещь, свойства отношения и так далее. Ну, я понимаю, спасибо за подсказку, просто здесь в кратком докладе не уложиться во всех элементах. Геннадий, пожалуй, скажи мне, пожалуйста, когда вы рассматривали и строили свои ключи? Когда вы строили свою классификацию левостороннего и правостороннего мышления, то включалось ли вам последнее достижение нейрофизиологов, которые показали существование зеркальных нейронов, из которых соткана нейронная сеть наблюдателя в наблюдателе. Наблюдателя. Наблюдателя в наблюдателе. Ну, спасибо за вопрос, конечно. Я до нейронов в своих исследованиях не опускался, но в принципе в структуру эту структуру можно вписать и потому что это противоположность, они легко вписываются в эту систему. Как противоположность и все? Да. Как система противоположностей. А взаимодействие с левосторонним, правосторонним и наблюдателем в наблюдателе, порождающие совершенно новую целостность. Ну, я наблюдатель сюда вписывается, но я подробно повторяю, этот вопрос не рассматривал, это можно отдельно продумать. У меня традиционный вопрос. Вы считаете пространство и время материи или нет? Да или нет? Пространство и время, как я уже докладывал, оно к материи никакого отношения не имеет. Они не материальны. Они не материальны, просто пространство имеет материальный смысл сознания, а время, духовный смысл сознания, как бы разделяется на плюс и минус. А так они относятся к сознанию, чисто к сознанию. Ну, это не материя. Да, да. Еще, пожалуйста, вопросов. В диалектическом материзме, насколько мне известно, есть две стороны основного вопроса философии. Онтологическая сторона и гносиологическая или теория познания. У вас единство онтологическое только или в теории познания вы считаете, что единство материи и сознания? У меня основано единство онтологии и гносиологии. Понял. То есть у вас противоречие с диаматом? У меня тогда вопрос. У вас такое сочетание категорий там прошлое в будущем, там будущее в прошлом и так далее как-то соотносится с метамоментами времени у Августина Авреля. у него там есть настоящее прошлое, настоящее будущее, настоящее настоящее или вы на него никак не опираетесь? Нет, на Августина я не могу сказать. Я не читал его просто подробно не читал. Одиннадцатая глава исповеди советует почитать и может быть сошлетесь не только на Федорова. И в связи с этим еще вопрос. Почему-то я не вижу чтобы настоящее в чем-то пребывало. это особый статус настоящего. Прошлое есть в прошлом и будущее есть и в том и в другом модусе временем. А вот чтобы настоящее в чем-то пребывало я там не обнаружил. нет. Так понимаете будущее в настоящем и прошлое в настоящем есть. А исходить из настоящего идет развитие развитие понимаете вот от прошлого идет развитие вверх плюс это так сказать прошлое а двойка как бы настоящее то есть прошлое в настоящем то есть мы уже где-то у нас настоящее осталось сзади единство значит будущего и прошлого оно уже у нас на генадреве в прошлом как бы осталось в синтезе но синтез мы вернем оно должно возвращаться анализ генадрева идет вправо а синтез влево и он постоянно как и в диалектике единство синтеза и анализа оно постоянно будет возвращаться как бы возвращается такая двоичность связана с прошлым и с будущим то есть двоичность не только по вертикали но и по горизонтали развития вот в чем сложность пожалуйста я что-то не уловил может я что-то путаю вот вы там писали про октаву это до первой октавы это 512 герц да? это не я это писал про октаву так сказать то есть вы ссылались на кого-то если вы разобрали дело в том что вторая октава это более высокие эти стопы если я не ошибаюсь нет а тут вторая октава это более низкие нет хорошо вот как тут Шнейдерман рассматривает октавы значит нота до в данном строй уровне равна 512 герц да первая октава да первая я просто не рассматривал порядок вторая на октаву ниже 256 на октаву ниже да на октаву ниже а потом еще ниже идет 128 64 это полностью соответствует структуры генадрева это родная как бы вселенная это два степени да универсальная так сказать структура развития универсальный процесс развития здесь он показан в обратном порядке есть еще вопросы или какие-то суждения у вас да пожалуйста каково практическое применение или практический смысл вашего исследования или это такая игра в бисер к сожалению на данное вот пространство и время по теории мной показаны только так сказать рассмотрены видите вот несколько видов генадрев на рисунке допустим на рисунке вот 40 65 я показал взаимодействие основных категорий рисунок 47 дает показана структура структура как тут выразится структура сфер общества и взаимодействия процесса развития на рисунке 49 дан принцип идеологического развития всего в книге вот если могу вам дать книгу последний забросался 110 рисунков на которых показано практическое так сказать развитие по разным источникам по разным параметрам разных сфер общества и науки в том числе это описательное того что было что это дает в настоящем как это можно применить а очень в отличие от абстрактной так сказать обратно абстрактных связей вот этих понятий и процессов понятий системы процессов системы понятий система генадреев обладает предсказательным аспектом то есть если заложить ее правильно построить она нам дает предсказание на будущее то есть это такой прогностический механизм совершенно верно подробности могу показать подойдете есть ли еще вопросы еще маленький вопрос а на основе ваших вот этих вот этого механизма уже были какие-то прогнозы осуществлены или нет ну у меня из тех статей вот что имеются так сказать вот я хотел показать вам вот сайт вейперсон знаете это так сказать там все вейперсон и россии начиная с путина медведева и так далее я там за полтора вот года как я там существую у меня уже более 200 тысяч читателей 200 тысяч читателей вот и там 47 статей и там даны предсказания и развитие статьи по идеологии в том числе в том что значит идеологию так сказать должна быть нравственной и идеология так сказать конституция которая отрицает идеологию это неправильно я там даю предложение по формулировке так сказать статьи конституции по другому другой формулировки с учетом идеологии нравственной если хотите вот зайдите на сан деперсон здесь показано там эти статьи есть так еще вопросы суждения тогда спасибо поблагодарю докладчиков спасибо 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 спасибо